Друзья, здравствуйте! Мы в гостях у Николая Михайловича, компания Салмо. Николай Михайлович ехтеопатолог профессиональный. Николай Михайлович, здравствуйте! Спасибо, что пригласили. И у нас вопросы подписчиков касательно зарыбления, касательно рыбы. И такой интересный вопрос задает Ёлка Палкин. Спасибо, Ёлка Палкин, за активность на канале. «Сергей, добрый день! Есть два вопроса, не совсем по теме, но я отчаялся найти достоверную информацию на один из них в интернете. С детства люблю такую рыбу, как ёрш. В наших вязких краях его очень уважают в ухе. Насколько ёрш полезен или вреден в пруду? Я задумаюсь выкопать свою довольно приличную лужу с рыбой. Помешает ли мне ёрш? А второй вопрос о веслоносии. У вас есть опыт и отзывы об этой рыбе в искусственных прудах? Спасибо. Первый вопрос по ёршу. Насколько ёрш полезен, можно ли выращивать в пруду? Пруды, как правило, у нас строят небольшие глиняные 500-1000 метров по зеркалу или же пруды резиновые или полиэтиленовые 100-200-300 метров по зеркалу с глубиной в средней 2-3 метра. Что можно сказать о ёрше? Очень интересный вопрос. Неожиданно сошлось две темы. Я недавно был на конференции в Санкт-Петербурге и там очень интересный проект о том, как надо культивировать ёрша, как его использовать в интересах рыбного хозяйства. К удивлению аудитории, которая очень скептически к этому отнеслась, докладчик рассказал много всякого интересного о этой рыбе. Ёрш – традиционная рыба, никакая уха без ёрша. Ёрш в наших подаёмах – это желанный объект, но с точки зрения рыбоводства это не очень быстро растущий вид, скажем так, туго растущий. Он хищник, то есть вопросы с кормлением возникнут его. Но, в общем, никаких ограничений нет. Если вы сумеете создать условия для того, чтобы его культивировать, выращивать, ради бога, это будет очень интересно и здорово. Рыба очень интересная. Она у нас даже, я считаю так, что в рыбоводстве она немножко недооценена. Вот если у нас… Мы построили пруд, предположим, 300 метров. Он карасёвый, очень много карася. Ёрш будет полезен данным прудом? Ну, с точки зрения… Ну, всё-таки Ёрш – это не очень крупная рыба. Я не думаю, что там какие-то… А карась… Ну, я думаю, что они просто будут жить спокойно и счастливо вместе. Но Ёрш может испытывать дефицит питания, потому что всё-таки карась более универсален в своём питании. Но Ёрш в рыбоводстве даже как добавочная рыба не рассматривается. Хотя, опять же, на мой взгляд, может быть, это и не так. Может быть, и надо бы поработать в этом отношении. Ну, Ёрша будет немного, и он съест… Он будет регулировать численность карася, съедая его икру. Да, да. Но, с другой стороны, карась довольно продуктивный. Тут сложно сказать, как там всё сложится. Это зависит от водоёма, от каких-то мест, где может произойти уже бесконтрольное нарастание численности карася. И не факт. Даже щука тоже не справляется. Часто, что… Вроде бы и щуки много, и пруд перезарыблен карасём. Такое тоже часто бывает. А Ёрш, он питается личинками? Ну, это… Да. Он… Бентоса? Он так же может… Нет. Насчёт бентоса я не знаю. Скорее, это планктофак. Но я сейчас так не скажу. То есть, рыбоводных нормативов по нему, наверное, нет. Я, по крайней мере, не знаю, как с ним… Ну, исходя из общих соображений, Ёрш, в общем-то, достаточно интересная рыба. Он вместо… Он может быть вместо окуня. Или, например, это… Ну, может быть… Либо окунь, либо Ёрш. Или можно и окунь, и Ёрш. Ну, какой-то… Какой-то там альтернативы, наверное, нет. В принципе, они могут и вместе обитать. Но это рыбы по спектру питания, в общем-то, сходные. Поэтому те и другие будут жить в одном и том же водоёме. То есть, если у человека есть интерес к этому… Я не знаю, где он найдёт просадочный материал. Наверное, нигде не найдёт. Но производитель он сможет найти. Они у него отнерестятся. Будет в плоду Ёрш. Будет медленно расти. Будет много мелкой рыбы. Ну, постепенно вырастет. А какой максимально он вырастает? Ну, по Ёршу у меня сейчас нет таких данных. Но крупный Ёрш – это, может быть, и под килограмм, наверное. Может быть, какие-то экземпляры и больше. Но вообще, конечно, основная масса – это… Рыба вообще растёт всю жизнь. Поэтому в зависимости от какие-то условия. Вот. Поэтому вопросы интересные. Это тоже относится к семейству окунёвых, да? Да. Ну, с окунем немножко… Окунь бывает… Да, окунь бывает крупный. С окунем проще. Он рассматривается как добавочная рыба. По нему есть нормативы. У нас несколько предприятий занимались воспроизводством окуня, и сейчас это тоже продолжается. Поэтому с окунем немножко проще будет. Вот. Ну, в целом, это большой репродуктивности вы не получите. То есть, никакие там коммерческих проектов на этот счёт, наверное, не получится. А для себя, для своего водоёма, для расширения видового разнообразия, почему бы и нет? А вы знаете, когда меня задавали вопрос заказчик, какая идеальная рыба для небольшого пруда? Например, пруд 30-40 квадратных метров, чтобы пруд был прозрачный, чтобы не было такой нагрузки, как от карпа. И мы пришли к выводу, что окунь – одна из идеальных рыб, ну, может быть, и ёж, потому что он не пускает никакую сорную рыбу, никакую рыбу, которая будет размножаться. Ни карася он не пускает. Он съест всю их икру. Он съест всех там червячков, личинок, жучков. Единственное, что он будет требовать, может, какое-то своё питание зимой. И вот в этой связи, что вы можете сказать? Ленит ли вместо быть вот такая монокультура окуня, как декоративная рыбка или ерша от того же, и надо ли их подкармливать зимой, а не активные зимой, чтобы они пережили, чтобы питания немного в резиновом пруду? Значит, они зимой будут жить, значит, какого-то активного питания не будет. Они потреблять пищу будут, но это потребление очень небольшое. И окунь тоже. Значит, они сохраняют активность. Зимой, в общем-то, и карп сохраняет пищевую активность. Мы, когда занимались зимовкой карпа, с удивлением обнаружили, что карп продолжает питаться даже при температуре около одного градуса. Но он поедает мало корма, но как бы то ни было, он его поедает. То есть кишечнике заведомо видно, что рыба питается, что кишечник в активном состоянии, но этот корм нужно ему дать. Николай Михайлович, получается, что ерша мы можем держать в декоративном пруду, как монокультуру, но зимой нужно немного подкормить или же, если это резиновый пруд, там чуть-чуть, может быть, форелевым кормом мелким. И окуня мы можем тоже в монокультуре держать, как декоративный пруд, чтобы он не размножался. То есть мы почему его рекомендовали? Он сам съедает собственную икру. Вот ерш тоже сам себя так же регулирует? Скорее всего, да, я сейчас точно не могу сказать, я просто не занимался. Это, в общем-то, у нас в рыбоводстве ерш, как правило, не используется как добавочная рыба. Поэтому мне надо просто, конечно, почитать его биологию, сейчас пока я не могу сказать. Но вообще, судя по всему, должен поедать, конечно, свою икру. Как и окунь, правильно? То есть запустили 5 окуней в небольшой, там 10 окуней в небольшой пруд, они растут, если они начинают нереститься с какого-то года, то они съедают эту икру. Если появились в мальке, они съедят из своих мальков, если их не кормить. Правильно? Да. А с какого года они нерестятся? Ерш, с какого года? Ну, у нас считается, что в нашей зоне это 3-4 год, но в данном случае, опять же, это зависит от какой регион. Ну, я думаю, что где-то вот так, 3-4 год. 3-4 год. И у нас третья часть вопроса, это был веслонос. Можно ли рекомендовать выращивание веслоноса для прудов 200 метров, 300 метров квадратных по зеркалу на своем дачном плюс один участке для красоты и потом покушать? Можно. Веслонос рыба очень... Или фермерам, у кого там гектаровый пруд ленинный. Веслонос рыба очень интересная, она себя хорошо зарекомендовала в рыбоводных прудах, она растет быстро. Значит, это фито-золт-лантофак, это фильтратор, его не надо кормить специальными кормами, здесь много надо правильно соблюсти плотность посадки, чтобы не перезарыбить водоем, тогда вы получите очень низкий темп роста. А так рыба очень интересная, в принципе, можно находить на ней посадочный материал на эту рыбу. Занимались раньше хозяйства Ростовской области и Ульяновской области. Может быть, сейчас еще дополнительно кто-то стал заниматься. То есть, эта рыба абсолютно пригодна, она интересна, и надо ей заниматься. Я считаю, что в рыбоводстве эта рыба недооценена, и за ней большое будущее. А вот у нас, например, пруды часто цветут, они зеленые, и запускаем, например, веслонос, как фито-плантофак. Как фильтратор. Как фильтратор. И, ну, например, внесли туда хлорелу. Пруд стал такой. Знаете, когда много рыбы, много, соответственно, питания для фито-плантофак, он даже меняет цвет. Он такой ярко-ярко-зеленый. То есть, если цветет он фотосцитализирующими бактериями, синий-зеленый водостой, он такой цвет охаки. Темный, зелено-коричневый какой-то. Если мы допускаем много хлорелы, и хлорелла вытесняет ее частично и размножается, он, кстати, ярко-ярко-зеленый. Прямо вот совсем другой цвет. В этой связи, если мы запускаем туда веслонос, есть какие-то показатели, он будет лучше расти или хуже? Как он вообще относится к этому? Я думаю, что... Медли, а есть ли какая-то разница? Ну, вообще считается, что чем больше концентрация фито-зоопланктона, которую он может отфильтровывать, то, естественно, что он будет расти лучше. Значит, ну, надо просто следовать нормативам рыбоводным, которых рекомендует та или иная плотность посадки. Не делать перезарабление. Это плотность посадки для разных регионов. И она зависит, опять же, от того, что вы хотите получить. Если вы занимаетесь коммерческим выращиванием рыбы, у вас совершенно другие требования к водоему. Если водоем у вас декоративный, то вам не надо стремиться к каким-то высоким плотностям. Это могут быть единичные экземпляры. Чем меньше у вас будет рыбы, тем чище в итоге у вас будет водоем. Рассчитывать на то, что фильтратор каким-то образом сильно очистит воду от фито-зоопланктона, не приходится. Потому что то, что он съел, это включается в круговорот вещества. То есть это экскременты, это опять биогены, это опять развитие дополнительной фито-зоопланктона. И в итоге все остается на том же уровне. Но если, допустим, плотность посадки высокая, планктофагов, фильтраторов, то какой-то эффект можно получить по снижению мутности воды. Но правда все опять придет на круги свая, потому что скорость развития наклеточных водорослей настолько высокая, что рыба, выделяя в моменте протяженности, сразу питает эти водоросли. Да, она создает дополнительный источник биогенов, дополнительный источник питания для водорослей. Ну а так, в целом, рыба хорошо зимует или она теплолюбивая? Это рыба теплолюбивая, но практика показала, что, например, в условиях Подмосковья, он живой, зимует нормально, каких-то вот нареканий не было. У нас была практика, по-моему, мы два года подряд зарыбляли, пока был посадочный материал, мы зарыбляли несколько рыбалок. Он перезимовал прекрасно, не было никаких замечаний. Хотя он, в общем-то, вроде и не должен ловиться, но в основном его обогрели, и практически весь вислонос, который был зарыблен, он весь был пойман. Он давал очень хорошие приросты. Там прирост был, что-то фаразы с лишним зарыбляли в районе, по-моему, полутора килограмма, потом уже встречались особо по 3-4 килограмма. Уже на второй-третий год. А сколько лет до икры? Ну, до икры сейчас, ну, как у всех изитровых, наверное, я сейчас, вот, точных данных у меня в голове нет. Я думаю, что это, значит, 4-5 лет. 4-5-6 лет. 4-5-6 лет. Если у нас в Центральной России, ну, может, там год-два позже, да, если у кого-то? Ну, это зависит от региона. Больше нас, на юге быстрее он созревает. Икра такая же черная, обычная икра? Икра немножко другого цвета у него. Ну, в общем, да, это черная икра. Более серая, да, это черная икра. Вот то, что я видел. Да, веслоносство семейства осетровых, и мы практически получаем черную икру. А питается рыба фитоизоопланктоном. Если у вас пруд цветет, он у вас зеленый, даже если у вас много рыбы, например, у клиента много и карпа, и форели, он вечно зеленый пруд. Можно добавить веслонос и увеличить его продуктивность пруда. Главное, чтобы было много кислорода. Можно делать все-таки подмену воды, чтобы не было, чтобы она чистенькая была. И рассчитываем на то, что он будет давать хороший прирост. Да, конечно. Но прирост можно рассчитать плотность посадки. Чтобы ему хватало. Да, опять же, тут зависит от того, что вы хотите получить. Обычная ошибка многих владельцев приусадебных водоемов – это стремление создать очень большую плотность посадки. Как правило, это приводит к тому, что возникают болезни, потому что все болезни контагиозные. Во-вторых, передаются при контакте от одной рыбы к другой. И чем больше особей, тем больше вероятность распространения заболеваний. То есть, если в пруду сидит одна рыба, то, скорее всего, она уже никого не заразит, и поэтому заболеваний не будет. И чем больше плотность посадки, тем больше вероятность возникновения заболеваний. И начиная с какого-то уровня плотности уже заболевания становятся неизбежными. Поэтому, вот, первый заповедь – не надо стремиться к большому количеству рыбы. Но надо помнить, что, скажем, в нашей Подмосковной Подмосковье пруд может обеспечить прирост очень небольшому количеству рыбы. Ну, вот есть такое понятие – естественная рыбопродуктивность. Эта цифра в нашей зоне – это может быть 80 килограмм в гектаре, может быть, 100 килограмм в гектаре. То есть, это совсем немного. И это вот именно то количество рыбы, которую пруд может вырастить сам, без участия человека. Если мы хотим посадить больше рыбы, то мы должны уже добавлять корма, уже начинать удобрять пруд, применять интенсивную аэрацию и так далее. То есть, в итоге-то можно довести уже и до нескольких тонн на гектар, но это уже будет промышленный водоем рыбоводный с кучей всяких дополнительных прибамбасов. Это аэрация, удобрение, известкование и так далее, и так далее. Кормление интенсивное. Поэтому, если вы хотите получить чистый водоем, то как можно меньше рыбы. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо за рекомендации. Ну что ж, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь. У нас будет еще видео по зарыблению, по рыбам. Если у кого-то есть вопросы, задавайте вопросы для Николая Михайловича. Я приеду, и мы запишем ответы на ваши вопросы. Спасибо и до новых встреч. До свидания. До свидания.